Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим, как закрепить подводные растения в аквариуме. Особенно актуальна эта тема для людей, у кого в аквариуме живут сомики, боцы и подобные рыбки, которые не прочь раскопать грунт, которым присыпаны корни водных растений. Решений этой неприятности очень много. От подвязки грузиков до использования специальных стаканчиков, которые закапываются в грунт. И самое надежное решение, это посадить ваше растение в грот, который надежно закрепит их на дне. И сегодня я изготовлю такой грот. Общий вид грота для растения я буду подгонять под грот, который я выкладывал в предыдущем видео. Ссылочка на это видео будет в описании. Итак, грот должен быть тяжелым, чтобы надежно удерживать растение и чтобы крупные рыбы не могли его задеть или подрыть. В качестве груза я использую пустой баллончик от CO2. Можно вообще на эти цели пустить любую железячку или камушек, который попадет под руку. Также растение будет посажено в специальный стаканчик, с которым оно собственно и продавалось в зоомагазине. Этот стаканчик я буду крепить к гроту. В итоге должно получиться нечто вроде клумбы. Изготавливать все буду из полимерной глины. Для начала мне нужно снять и закрепить диаметр стаканчика. Для этого скатал колбаску из полимерки и облепил ободок стакана. Кстати, я не буду полностью покрывать дно и боковые стенки стаканчика, чтобы обеспечить корням растения доступ к воде и грунту. У меня получилось вот такое колечко. Я запек его согласно инструкции к полимерке, а именно 15 минут в духовке при 130 градусах. Чтобы сэкономить материал, внутреннее наполнение формы грота я выполняю из фольги. Ну и не забываем о том, что нужно вложить туда груз. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео из плейлиста аквариумный эксперимент, напомню, что цель эксперимента определить, какие материалы, краски, лаки можно использовать для декора аквариума. Тем временем грот продолжает набирать форму и обретать некоторый рельеф. Данный грот будет имитировать песчаник, поэтому на его поверхности делаю имитацию пор с помощью шарообразного стика. В процессе работы я промежуточно запекаю наш искусственный камень, чтобы было удобнее работать, не боясь повредить уже готовые поверхности и формы. Способ покраски тот же, что и в предыдущем видео. Там я также рассказывал, как ведут себя акриловые краски в воде. Если вам интересно, можете посмотреть, ссылочка в описании. Акриловые краски обязательно необходимо покрывать лаком. В предыдущем видео я покрывал грот художественным акриловым лаком, а этот грот я покрою автомобильным аэрозольным акриловым лаком. Но не спешите повторять за мной, пока не увидите следующее видео о результатах этой затеи. Уже в следующем видео я расскажу вам, как акриловый художественный лак и акриловый автомобильный аэрозольный лак ведут себя в аквариумной воде и как влияют на обитателей аквариума. Поэтому, если вам интересно, что будет с моими аквариумами-самоделками, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео с результатами моего эксперимента. Как выглядят мои работы непосредственно в аквариуме, вы можете посмотреть в моем инстаграме, ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, пока!